Друзья, всем привет! Вы на канале PowerDevice. Хочу показать вам одну интересную фишку на смартфонах Realme. С помощью нее вы сможете управлять своим смартфоном без помощи рук и не прибегая к помощи голосового помощника. Интересно? Тогда начинаем! К слову, скажу, что своим смартфоном я управляю еще и с помощью постукиваний. Но это уже совсем другая история. Видео об этом есть на моем канале. Можете пройти посмотреть. А сейчас мы рассмотрим функцию, которая может делать, например, так. При этом я вообще могу не касаться смартфона. Эта фишка весьма полезна. Давайте поговорим о ней подробнее. Находится она в настройках. Дополнительные настройки. Специальные возможности. Раздел интерактивные действия. Вкладка Switch Axis. Друзья, если вы не можете найти эту функцию на своем Realme, можете попробовать забить ее в настройках. Вот здесь. По идее, эта функция предназначена для людей с ограниченными возможностями. С помощью нее можно управлять смартфоном вашей мимикой лица. Но также и для обычных людей ее функции могут быть весьма полезны. Первым делом активируем вот эту галочку. Потом заходим в настройки. Возможно, здесь у вас попросит загрузку последней версии. Нажмите загрузить. Далее нужно зайти в настройки переключателей и активировать вот эту галочку. Переключение с помощью камеры. Как вы уже поняли, друзья, эта функция предоставляет нам управление смартфоном с помощью определенных жестов. А именно, в ней задействуется фронтальная камера, через которую смартфон считывает ваши жесты. Например, открытый рот, улыбка, поднятие бровей, взгляд влево или вправо и так далее. Сразу отмечу вопрос по батарее. Эта функция не очень сильно ее поджирает. Вот здесь сверху появляется такой смайлик. Когда смартфон не видит вас, он перечеркнут. То есть функция в это время не активна. Как только вы начинаете смотреть на фронтальную камеру, смайлик встает синим. Функция активируется. Все остальное время она не активна. В этом пункте нам больше ничего не надо. Делаем шаг назад. По сути, друзья, с настройкой этой функции ничего сложного. Сейчас все объясню. Вот это три основных раздела. Переключатели для сканирования. Переключатели для общих действий. И для быстрых действий. Давайте начнем с той функции, которая нам больше всего пригодится. Переключатели для общих действий. Их я вам и показывал в самом начале ролика. Здесь можно задать действие назад, главный экран, уведомления, быстрые настройки, либо обзор. Давайте зададим действие. Главный экран. Нажимаем добавить переключатель камеры. К примеру, действие назад мне удобно будет выполнять на взгляде вправо. Сохранить. Теперь если мы посмотрим на смартфон и уведем взгляд вправо, то совершается действие, равнозначное вот этой кнопке. То есть выход на главный экран. Думаю, здесь все понятно. На уведомление я поставлю поднятие бровей вверх. При этом будет открываться шторка. Друзья, например, вот это действие для меня очень удобно. Я установил на свой смартфон вот такие виджеты, которые присутствуют в шторке. И чтобы посмотреть температуру на улице, мне достаточно поднять брови вверх. Это очень удобно. К слову, давайте затронем еще кое-какие параметры. Зайдем туда же, где мы уже установили поднятие бровей. Нажмем вот эту шестеренку. Здесь, друзья, вы можете выставлять чувствительность жеста. Если мы его двигаем влево, то чувствительность жеста увеличивается. То есть при каждом легком движении бровей функция будет срабатывать. Это не очень удобно. Его нужно перетащить примерно вот сюда. На шестерку, либо пятерку. Конечно же, вы можете настраивать индивидуально чувствительность под себя. Также вот здесь снизу есть продолжительность выполнения. То есть через сколько миллисекунд, либо секунд, будет срабатывать действие. Например, если поставить 2 секунды, вам нужно будет поднять брови на 2 секунды, чтобы функция выполнилась. Я оставляю либо 0,25 секунды, либо 0,5. Также я выставлял быстрые настройки. Взгляд влево. При этом выпадает вот такое меню. Обзор у нас заменяет вот эту кнопку. Фоновые приложения. Его я ставлю на взгляд вверх. Это был основной пункт, которым я лично пользуюсь. Переключатели для общих действий. Также здесь есть еще очень интересный пункт. Переключатели для быстрых действий. Давайте его также разберем. Здесь можно создавать последовательные действия. Это очень полезно. Сейчас покажу, что это такое. Нажимаем создать действие. Вот здесь появляется запись. Теперь можно выйти на рабочий стол. С этого момента будет совершаться запись. К примеру, мы хотим открыть проводник и зайти там в какую-то вкладку. А он находится вот в этой папке. Давайте создадим такие действия. Нажимаем на эту папку. Вот здесь появился один записанный жест. Теперь нажимаем стоп и плей. Эта папка открылась. Теперь дальше нажимаем проводник и плей. Проводник открылся. Теперь, к примеру, нажимаем зайти в аудио. И нажимаем плей. Нажимаем сохранить эти действия. Теперь это действие появилось в нашей вкладке, которую мы разбирали. Назначаем какой-то переключатель. Как видите, вот эти переключатели у нас уже заняты, мы на них настроились. К примеру, поставим улыбку. Сохранить. Теперь, если на рабочем столе мы улыбнемся, произойдут все те действия, которые мы записали. Как я и говорил, это очень прикольные и необычные фишки. Эти два пункта мы разобрали. Теперь давайте перейдем к первому, который мы пропустили. Пропустили мы его потому, что этот пункт действительно будет полезен только для людей с ограниченными возможностями. Здесь можно настроить смартфон так, что вы сможете им управлять вообще без помощи рук, только с помощью мимики лица. Например, выбор, далее, назад, нажать и удержать, прокрутить вниз и так далее. Сейчас покажу, как это работает. Когда вы выполняете поставленный жест, появляется вот такое меню. Вот здесь квадратом выделяются кнопки, по которым вы можете его перетаскивать. Все это происходит с помощью мимики лица. Ну и разными действиями вы можете воздействовать на этот квадрат, тем самым активируя или переключая те или иные функции смартфона. Также, если в основном меню Switch Access переместится немного вниз, то мы увидим вот такие настройки. Здесь ничего менять не нужно, посмотрите, как у меня настроено. Я практически ничего не менял, здесь нет ничего важного. На самом деле, друзья, с этими фишками можно придумать очень много идей и упростить управление смартфоном. Конечно же, если у вас возникают вопросы, пишите об этом в комментариях. Буду отвечать на них и помогать. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, включайте колокольчик. Ну а сейчас буду завершать данный ролик, увидимся на ютубе. Пока-пока.